Сквер Быстрец, как его называют местные, буквально является дорогой к знаниям. Из близлежащих домов, вот по этой дорожке, каждый день дети идут в школу. Только дорожка здесь была не всегда. Нужно было видеть изначально, что здесь было. Заросли вот этих вот деревьев, прекраснейших деревьев, которые у нас щебечут соловьи. Многие говорят, господи, что у вас тут за чущоба такая, надо все это вырубать. Мы как жители, мы не хотим, чтобы здесь все это срубили, все закатали в асфальт. Нет, ни в коем случае. В Кольном нет у нас места для того, чтобы погулять под зеленью особенно. Поэтому мы хотим сохранить сквер здесь делать, сохранить зеленые насаждения. Возможно поменять. Если мы спиливаем клёны, то мы сажаем какие-то благородные деревья. Вообще большое спасибо администрации, что есть такие вот проекты местных инициатив. Прошлой осенью жители дома номер 57 по улице Касимовское шоссе во главе с Татьяной подали заявку. И получили долгожданный ответ реализации проекта «Быть». Это маршрут следования детей в школу. Жители просили облагородить его, подготовили сами проект. В рамках проекта была произведена расчистка территории, установлено уличное освещение и подготовлена тротуарная дорожка. То, что мы видим, лишь первый этап проекта. И его выполнили в срок. Начали выполнять с начала сентября, грубо говоря, в первых числах. Был установлено освещение, соответственно, под каждый стол проложен кабель, плюс сделан тротуар. Даже то, что уже здесь проложена пешеходная дорожка, проложено освещение, дети могут безопасно идти в школу, как в 50-ю школу в ту сторону, как в 76-ю школу в ту сторону. Не по грязи и по темноте, а со светом. Это уже немаловажно. Такие местные инициативы – хорошая региональная традиция, благодаря которой уже преобразовались многие общественные пространства и продолжают преображаться. Главное условие – неравнодушие к тому, что вас окружает, и немного инициативности. Проект местных инициатив – это большая областная программа, которая проходит при поддержке правительства Рязанской области, администрации города Рязани. Это очень гениальная возможность, отличная возможность людей реализовать свои инициативы, свои пожелания, свои проекты. Заявка максимально лояльна к жителям, то есть очень простой комплект документов. Необходимо обратиться к нам в управление общественных отношений, телефон 95-69-15, 95-69-16. Мы обязательно поможем, расскажем, как это сделать и поможем оформить заявку. Всего в этом году будет реализовано порядка 50 проектов, максимальной стоимостью 3 миллиона 750 тысяч. Это сумма, которая позволяет реализовывать довольно серьезные проекты благоустройства. Стоимость реализации первого этапа благоустройства дороги вдоль реки Быстрец приближена к максимальной планке. В следующем году предстоит второй этап благоустройства. Что именно захотят увидеть люди, они обсудят с представителями администрации в рамках круглого стола уже на следующей неделе. А пока своими силами продолжают приводить территорию в порядок. В ближайшие выходные, например, жители соседних домов выйдут на субботник, чтобы очистить берега речки.